Бедная вдова 15 градусов пройдет, в подъеме солнца шантекляр поет. Синкур имел в своем он подчинении, ему судьбою данных в утешении. Но перышками краше всех была мисушка Пертелот, любимая жена. Она была учтивой, неупрямой, приятной и общительной дамой. Пошли, пошли! Она, когда ей семь лишь дней от роду было, на веки сердце Шантекляра покорила. Что с вами, муж мой? Вы с ума сошли? Мадам, вы только не пугайтесь, но я сейчас увидел страшный сон, как будто я гуляю по двору. Вдруг зверь, похожий на собаку, напал он на меня и съел. Он съел меня. Он цветом был не красный, не желтый, а что-то среднее и черным. Конец хвоста и кончики ушей отмечены, а морда острые, глаза пылают. Как смеете вы даме сердца в пастырной трусости открыто признаваться? Сны обман ничтожный. Все эти бестолковые видения поистекают лишь от пресыщения. Вот кот он, а он мудрец известный, ведь он сказал, что с нам не стоит верить. Виной тому избыток красной желчи. Она рождает страх перед огнем и рыжим зверем. А черной желчи, страх перед медведем и черным, господи, прости. Тебе нужна настойка из червей, как желчегонная. Не бойся, снов, умней я не скажу. Кот он, кот он, есть книги мудрецов и поумней его, и поавторитетней. Они же все обратных убеждений. Вот Даниил, он верил с нам или нет, и Осип, фараон, и Хлебодар его, и Андромах, и Крест, и Тойкин Эльм, и Цепион. Короче, вывод мой таков. Нам ждать беды от этих вещей снов. А прослабительное знаю только, что не поможет против снов нисколько. Зато ваш мягкий ух мой исцелит сметенный дух, и я забуду страшное виденье. Пора оклевать зерно! И словно зверей могучий лев вышагивал он чинно во дворе. Но вслед за радостью всегда идет печально. Боитесь ли меня, хоть я ваш друг? Поверьте, я пришел с одной целью. Чудесно вашей насладиться крелью. Миллионный лорд, отец ваш, Визитом домой как-то осчастливился. Никто не пел, как он, Но не считая вас. Он все равно пел, он так старался, Даже муривался весь и подбирался. Шея вытянется, станет тонкой-тонкой. Да, получалось очень звонко. Но вы, коль петь начнете, отца перепоете. Поистине с тех пор, как трое взяли, Так громко дамы не кричали. Ах, зря ты, Шантек-Леан, на сест покинул свой, И зря жена твоя смеялась над тобой. Никто не знал, что пятница грозит такой бедой. Почтенный сэр, будь я на вашем месте, А вам, наверное, ведь и чёрт не страшен. Назло я крикнул бы им всем. Ослы, бежите вы зачем? Я все равно беднягу съем. Наверное. Послушайте. Довольно. Будь проклятым оба. Ну, нам не стоит верить. Настойка из червей. Кот он. Справедливо бог того карает, Кто безрассудно очи закрывает. Советы женские приносят только зло. Сия сказал не я, а птица с тонкой шеей. Я к женщинам претензий не имею. Amb... Апетия.